Каждый, любой гражданин Российской Федерации, он должен любить свою родину. С республики, кто приезжает, он полностью обеспеченный приезжает. Против докателков. Есть семьи, которые вообще 5 детей, по 10 детей оставили туда, поехали. Я тоже с ними разговариваю. Почему? Ну, мне понятно. А зачем вы сюда приехали? Выплаты происходили вовремя, прямо дату в дату. Ребята поддержать надо, которые там побывали, потому что там совсем другая остановка. Здравствуйте всем. Сначала, пожалуйста, представьтесь, кем являетесь. Вы, пожалуйста, начните. Аргунов Иван Иванович, позывной Аргун, уроженец Кобейского района, сотрудник администрации, главы и правительства республики Сахаев-Кудия. Качмар Сергей Михайлович, позывная Туча, командир группы. Работаю под... работали... участвовали в специальной военной операции под руководством комбата, доцента. В Амиконский район, поселок Уснера. Вы командир, Василий Иванович, представьте, пожалуйста, полностью. Я сам из Якутска, а так вырос и родился в МГ, вырос в мигноклассовом Уссе. Меня зовут Фигура Васильевна Иванович, позывной доцент. Вы все втроем участвовали в специальной военной операции в составе батальона БАРС-2. Ну вот, когда вы приступили, пожалуйста, расскажите. И каким образом попали вы добровольцы, либо подписали контракт? Подробнее, пожалуйста. Ну, я вот с ребятами только познакомился вот на базе БАРС-2. Конечно, заранее нас за два месяца готовили. До этого на БАРС-2 уже ребята туда поехали, мы наслышаны были. Ну, лично я, если себя сказать, да, я, когда мобилизация началась, заранее уже готовился, потому что все равно меня вызвали, потому что у меня сам, я стоял на учете в военкомате, как офицер, поэтому, когда они мне звонили, Василий Иванович, это вы, да, это я, надо готовиться, мы вам вручим повестку. И вот, и с этого момента я начал готовиться. Ну, я пошел в зону специальной военной операции по патриотическим убеждениям. Также пришел в БОТУР, два месяца активной подготовки. И также сдружились и сошлись с людьми, вот именно в БОТУРе, да, познакомились. Ну, и дальше попали в БАРС-2, поскольку это с Якутии распределяют людей, да, чаще всего в БАРС-2, да, работали вместе. Я вообще 17 марта 2022 года записался еще в военкомате, о том, что я добровольцем хочу уйти, но долгое время меня не призывали, поэтому я пошел в БАТУР, в ассоциацию, и вступил там в ее ряды, потренировались и поехали на зону СВО. Мы контракт подписали 5 ноября и вернулись позавчера на днях. Получается где-то... 11 февраля, 11 апреля 2022 года. Где-то полгода тогда, да? 6 месяцев. Сколько человек было вообще в батальоне? Ну, сейчас, в данное время, чисто из Якутии, находится 126 человек, а в батальоне 450 человек. Находится 17 регионов нас в батальоне. 17 регионов, представители 17 регионов. Вот там в начальстве, как-то в управлении находится Якутия, да? Нет, 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 нет. Ну, в основном, как комбат, я, конечно, с Якутии, вот зам тоже с Якутии, начальник штаба тоже, а все остальные разных регионов. А каким образом у вас назначили? Ну, я почти вместе там находился начальником штаба. Сразу я комбатом не стал, потому что сразу комбатом человека не ставляют, потому что были случаи, человека назначили, он себя не показал, и приходилось его тоже снимать. А там меня почти целый месяц изучили, как я себя показываю, именно в боевых действиях посмотрели, вызвали, и сказали, мы у вас вместо этого комбата назначаем вас с комбатом. Но себя показывать надо все равно. И специальность там учитывается? Да, и специальность там обязательно учитывается. Ну, по направлению, кубянское направление, это находится в Харьковской области, конкретно мы находились на территории Украины, по направлению там находились. Ну, вот вы недавно вернулись, получается, уже в курсе нынешнего положения. И как сейчас вообще обстоят дела на передовой? Первоначально, конечно, когда изучали ситуацию, проводили работу с доцентом, под его грамотным руководством, некоторых вещей не хватало именно в подразделении. Например, комбат по приезду, например, его инициатива выдали новое оружие всем участникам из Якутска, новые бронники, благодаря поддержке республики, кстати, новые бронники. Как-то зародился боевой дух. Дальше активное сотрудничество наладили со всеми подразделениями, которые были на передовой. И это внесло, ощутимо, вклад очень здорово помогло. Удалось переломить ситуацию в хорошую сторону. Ну, это как от себя. Ну, конечно, обмен лебезностями утренней, постоянной, постоянной обстрелой, постоянной. Это специальная военная операция. Понятно, что артиллерийская война идет. Ну, я хочу в пользу случаям сказать, что грамотное руководство доцента и заместителя командира очень помогло в работе всего подразделения БАРС-2. Ну, конкретные случаи, естественно, описать практически нельзя. Сложно. Они есть, их много. Ну, нам более, когда мы здесь, хочу поблагодарить наших инструкторов в лице Теркашина, Ивана Викторовича, потому что они нас заранее готовили. И до этого тоже ребята тоже в БАРС-2 поехали на БАРС-2. Они уже до нас там находились. Поэтому нам более-менее уже легче было. Они нас встретили вообще очень хорошо. Нам показывали, что делать, что нельзя делать. Поэтому мы, ну, как будто у нас заранее, ну, смотрели, готовили. Тем более полностью за нами следили, помогали. Народ помогал, правительство помогал, глава помогал. Главу в ЛУСЭП к нам, ребятам приезжали, отправляли. Поэтому поддержка, постоянно помощь всегда была постоянно. Поэтому вот мы постоянно чувствовали плечо республики. Как там в целом выстроена вообще схема? Вот несколько дней на передовой находитесь, потом в поселке проводите время, потом вот заново, да? Ну, там по-разному получается. Есть боевая задача, которую должен выполнять обязательно. И есть, конечно, ротация. Ну, мы не только там находимся, а там другие подразделения тоже находятся, батареи тоже находятся. Например, с правой стороны у нас багги стояли, с левой стороны морская пехота стояла вот так. Места мы с нас друг друга поддерживали, друг друга вручали. У нас в основном сейчас стрелковых войн сейчас очень мало. Но все ребята, наоборот, хотят стрелковой войны. Это самое легче, на живом оставаться. Самое опасное, когда у тебя страдают артиллерии, танки и миномет. Вот это надо выдержать. В основном ребята, если они выдержат, значит, они до конца будут служить, до окончания. Вот продолжайте мобландирование, питание. Вообще как там все обстроено? Вот сразу вам выдали, да? Получается, все хватало? Мобландирование, да. Здесь я хотел бы тоже поблагодарить правительство республики, также руководителя ассоциации БАТОР Черкашина Ивана Петровича, потому что он уже подготавливая нас, уже на стадии подготовки, они у нас уже размеры брали, готовили летнюю форму, демисезонную и зимнюю. Мы в трех формах. Также обуви обеспечили, спальниками обеспечили. Поэтому с республики кто приезжает, он полностью обеспеченный приезжает. Вроде до котелков, экипированный компас, все-все-все есть на руках. Газовые плиты. Да, это еще не считая дорогостоящей техники, которые коптеры, тепловизоры, прицелы. В основном из Якутии ребят ассоциируются, и так и есть, что мы умеем стрелять, потому что мы из детства, поэтому, ну, это не хвастание, но мы отлично стреляем среди других подразделений, поэтому нас всегда приветствуют в любом подразделении. Поэтому вот нас обеспечивают полностью. Мы туда подъезжаем, готовые. Ну, в основном обеспечение так. Но если на месте уже находиться, то республика дополнительно отправляет по заявке тоже необходимые технические средства, одежду, тоже обувь. А также вот Василий Иванович сказал, что нас из 17 регионов, там подразделение в нашем БАРС-2, и оттуда тоже вот продукты питания, в основном, там носки, нательники. Ну, вот такие вещи тоже отправляются, тоже идут к нам, поэтому, чтобы мы в каких-то порванных одеждах или что-то. В Якутии конкретно не только вот якутия, но полностью обеспечивают БАРС-2, полностью. Поэтому у нас там разделение не то, что им, знаете, якутия или других регионов, такого у нас вообще такого не было. Мы им помогаем, они нам помогают, друг другу помогаем, что не хватает. Мы даем то, что не хватает, они дают, поэтому вообще, братства у нас вообще такого разделения, вообще такого не было. Один за всех. И хотелось еще относить на подготовки. В Боттере проходит мощнейшая подготовка, прям серьезная подготовка, физическая подготовка и тактическая на высоком уровне. Когда проходили перед вступлением в БАРС-2, в воинской части проходили некоторые моменты обучения, был офицер-инструктор, был такой момент, подходит, ну вот, говорит, позанимайся с ними и посмотрите, на каком они уровне. Он такой, на каком они уровне? Ну, на нулевом они уровне и так далее. И после того, как провели занятия, был же этот момент, он построился и говорит, ребята, огромное спасибо, вы практически все знаете, вы готовы на 100%. Тут огромное спасибо Боттеру. Действительно, подготовка очень серьезная. Если там есть возможность сравнить, люди приходят со всей России же, да, в БАРС-2, есть возможность сравнить уровень подготовки, какой у других людей. Он практически, приходилось даже доучивать парней, передавать те знания, которые получили в Боттере и уже на передовой и так далее. Вот, и приходилось проводить некоторые моменты обучения на месте. Мы подготовку не только здесь в Баттере проходили, мы еще подготовку проходили на Кадамовске. Там, конечно, нас учили стрелять, бегать, прыгать, по всем ружьям полностью нас заставляли стрелять. Кто не умел стрелять гранатуме, умел стрелять гранатуме, кто не умел стрелять минометом, умел стрелять минометом. И также, поэтому там никаких проблем не было. Стрелять сколько хочешь. — А в целом настроение, в общем, какое было? — Боевой дух в коллективе очень высокого уровня. Очень высокого уровня. Ну и подразделений, которые рядом находятся, тоже боевой дух. Общий боевой дух такой патриотический. — Я хочу сказать, ну, были моменты некоторые, это же специальная военная операция, но руководство их исправляло, объясняло, проводилась работа. Если даже где-то, это сам у нас, людей, которые под каким-то иным соображением покинули расположение, практически не было. С Якутией не было вообще. Боевой дух и парней из Якутии очень высок. Стойкие, крепкие парни. — Ну, те ребята, когда до нас были, они планки выше подняли. А наша задача была их планку ниже не упустить. Ну, как все равно они, все равно, друг другом. — Кто лучше, кто круче. Вот так. Поэтому вот все ребята вот настраиваются на это. Тем более, все добровольны пришли. Все знали, куда идут. Поэтому вообще никаких проблем насчет убегать или бояться. Ну, конечно, любой человек боится. Даже я боялся. Ну, выдерживать надо и не показывать. А когда вот сидишь с толпой или с кем-то сидишь, разговариваешь, оно все время быстро проходит. И как-то вот себя по-другому чувствуешь. — По большому счету, я еще хотел сказать, что Василий Иванович сам является заслуженным тренером Российской Федерации. Долгое время возглавлял ассоциатский боссинг республики, ну, и Россию. Всем это известный факт. Он вот как с нами работал. Такие же его тренерские навыки так же остались. Он всегда ходил на передовой, вот с первых дней всех настраивал. Ну, когда твой командир даже ходит, ну, ты не имеешь права просто струсить там или там морально. Он поднимал моральный дух отряда сам лично, потому что у него уже навыки. Навыки это уже были. — Но все равно добровольцы же имеют право вернуться, да, вот если не нравится. Вот, ага. Таких случаев тогда вообще не было? — У нас такое вообще не было. Вообще не было. Даже мы отсюда приехали без потерь. Сто процентов, кто мой призыв туда поехал. Конечно, трехсотые есть раненые, но мы пришли отсюда без потерь. Потому что именно благодаря батуров их научили. Если вот сам знаешь, если ты подготовлен, ты заранее готовый морально, все полностью знаешь, он тебя спасает с любого ситуации. А если не готов, конечно, вот таких случаев вот уже появляются двухсотые. — Вы встречались еще с парламентариями Якутии. Вот расскажите, пожалуйста, вот с кем именно вы встретились? — К нам приезжал Сахмин Миланович, депутат Ильтумяна. Он конкретно как раз в это время у нас вообще трудно было по запчастям. Поэтому мы звонили, надо привезти такие запчасти на КамАЗ, колеса вот эти. Он приехал, все предоставил. И как раз в это время у нас стояло пять Уралов, не могли выехать. Потому что у них это самое. Во время обстрелов у них форманы были колеса, моторы, масло. Даже масло не могли поменять. Поэтому как раз он приехал в это время. Он как раз нас выручил. Не только приехал и просто дал нам, ну, пришел, проговорил, уехал. Он специально почти неделю с нами находился. Видел, как мы питаемся, как мы живем. Еще он полностью заходил с нами на передубом. Он там с ребятами вместе был, ночевал, разговаривал, поднимал дух. Он сам, ну, сам я удивился. Человек первый раз приехал и выдерживает. Как раз обстрелы были. Надо выдержать. А он с нами вместе сидит, разговаривает, чай пьет, улыбается. Я вообще восхищен, Сахмир Иванович. К нам приезжал глава республики. Тоже такой момент был. Ну, хорошо, что там погоды не было. Но это зона боевых действий. В любое время могут прилететь снаряды, артиллерийский удар или ракета «Хаммерс». Нам повезло. Как раз в это время дождь шел. Поэтому никаких проблем не было. И то, что вот радует. У нас же, когда дождь идет, невозможно, даже танки не едут. Машины буксуют, да. А как раз в это время он нам предоставил этих квадроциклов большими колесами. И оно нам очень помогло. Первый же день у нас, конечно, были трехсотые. Мы именно этими квадроциклами ребят вытащили. Если этих квадроциклов не было бы, мы пешком почти 10 километров, 5 километров ходить, то это вообще тяжело было. И мы эти ребят вообще потеряли бы. Да, как раз был такой вот момент, когда там чернозем, очень липкая грязь и техника. Уралы. Ну, танки-то понятно, что проходят, но это уже не везде и не всегда. А вот эта вот спецтехника, она показала себя очень достойной. И действительно пришла очень вовремя, действительно, эвакуировать и доставлять, например, что-то на передовую. Очень удобно и быстро. Все подразделения, которые были вокруг, они, ну, удивили, вот, говорили, да, ничего, классное вам. Якутия помогает, хорошую технику. У нас есть высококвалифицированные врачи, но они у нас, называются инструкторы. Федорами, не федорами, как это называется, да? Санитар. Санитар, получается, да. И они у нас постоянно с нами вместе, потому что до этого тоже наши ребята были. Отдельно хочу поблагодарить у нас подземной, это Тай был. Тоже вообще врач. Он, когда к нам приехал, он всем ходил, помогал, спрашивал, что делать. И ребят вытаскивал, ну, опытный был. И постоянно новые приходят, их учат. Поэтому обучал их специально наших ребят, которые с нами приехали. Поэтому никаких проблем насчет врачей, врачами вообще, санитариями вообще никаких проблем не было. Ведь к нам приехали, там злой был, ну, подземной. Пенигрим, кистей, вот Тай. Там ребята было, ну, 15 ребят из Якутии были. Поэтому нам вообще легче было с ними работать. Если их не было, конечно, мы, нас половина вообще, или почти 100% мы там остались. Первые дни это вообще тяжело было. И мне их опыт, нас помогал остаться живыми. Отметили ваши лидерские качества, ваше грамотное руководство. Откуда у вас это, и вот сколько лет вы работали тренером? У меня специалиция, первая специалиция, это военная. Сами офисер, начальник военной подготовки и физикультуры. Поэтому у меня никаких проблем, ну, заранее все знал. Поэтому мне легче было. Но все равно, когда человек куда-то собирается, ну, например, на тренировку идешь, ты заранее готовишься к уроку. Здесь тоже, когда идешь на военную операцию, и тогда тоже заранее должен готовить и должен знать. Не просто бухта-барахта. Поэтому все равно на тебя ответственность лежит. Тем более, когда я отсюда ехал, меня поручили возглавить Батрук, ну, до перебыти места расположения. Поэтому все равно, и когда вот все знаешь легче, поэтому не только каждый день сидишь и урубаешься, каждый день ты сидишь, учишься. Не только вот читаешь, а именно по практике тоже изучаешь. С ребятами разговариваешь, с этими ребятами разговариваешь, с другими подразделениями разговариваешь. От них то, что хорошего, вы у них берешь. Поэтому опыт мне вот именно как раз по этому части помогал. По вашему мнению, кто такой патриот? Мы очень много обсуждали на эту тему, но будет ничего патриотизма. Это состояние души. Это откуда, как раз, души как-то идет. Так же, как ты семью защищаешь дома, так же, как ты оберегаешь, ну, не защищаешь, а оберегаешь. Так же ты и родину должен оберегать. Я не знаю, как это объяснить вообще состояние души. Ну, здесь, если по простому или грубо сказать, каждый, любой гражданин Российской Федерации, он должен любить свою родину. С этого начинается патриотизм. Если ты любишь свою родину, значит, ты патриот. Если не любишь, значит, вы не патриот. Потому что всегда патриоты появляются, когда в трудные времена. Это всегда было и будет. Поэтому наше поколение, когда я в армии сам служил, мы давали присягу. Когда вызывают в службу. В наше время так было. Если человек в армии не служил, человеком не читали. Как-то позорно было. А здесь то же самое. Вот не пошел. Если бы я не поехал, я бы даже себя не простил. Потому что все уехали. Даже дети, молодые ребята поехали. Даже старше моего возраста там находятся. Глядя на них, если бы я не поехал, я себя вообще не простил бы. Поэтому, когда... Ну, самое тяжело, это когда расставаться со своими родными. Им объяснять надо. Заранее готовить надо. Потому что есть семьи, которые вообще пять детей, по десять детей оставили туда, поехали. Я тоже с ними разговаривал. Почему? Ну, мне понятно. А вот зачем мы сюда приехали, они говорят, тоже, как и они говорят, я люблю свою родину. Тем более, сами знаете, по телевизору показывали, сам читаешь, видишь, если мы это... если заранее Россия в Украине шаг вперед не сделала бы, в 20 дней они шаг делали бы в Россию. Это стопроцентно. Потому что мы там знаем, это уже есть. Поэтому то, что Владимир Владимирович это сделал, это он правильно. Потому что в 41-м году мы верили, ждали, а потом что случилось-то. А он этого уже не сделал. Потому что тоже решение взять надо. В себе ответственность сделать надо. Поэтому конкретно вот то, что он сделал, я 100% и те ребята, которые с нами поехали, они поддерживают. Потому что мы там посмотрели своими глазами. Те ребята, которые вот сюда не поехали, кто-то убегал и кто-то просто не хочет, не ждет, конечно, это во всем не видели. и у них телевизионная война, это могут по-другому рассказывать. А кто там побывал, им в другую сторону не повернешь, потому что уже не знают. Самое главное, конечно, вот ребят поддержать надо, которые там побывали, потому что там совсем другая остановка, сюда приходят, по-другому разговаривают, по-другому слушают, поэтому они находятся в другом мире. Надо, чтобы войти в данное русло, тут тоже время найти надо и зайти надо. Ребилитацию нормально пройти надо, потому что психика все равно ломается человека там. Патриотизм надо воспитывать, надо прививать, показывать собственным примером, надо детям давать историю о великой отечественной войне, подвигов дедов и так далее. Для чего это делалось? Родину защищать надо и это дети должны понимать и Родину должны любить. В этом направлении надо вести работу и это очень хорошо. Но патриотизм должно обязательно быть, потому что мы не одним годом живем, потому что у нас поколения должны расти и свободно жить в своих правах. Поэтому кто-то должен защищать, кто-то защищает, именно патриоты защищают свою Родину. Поэтому с малых лет мы должны воспитать, потому что сейчас показало, если человек не готов, вообще не готов, ему очень тяжело там находиться. А те, которые ребята заранее готовились, малых лет они любили свою Родину, им легче, за что туда идти, за что умирать, они именно у них ссылки и задачи есть. А кто не готов, кому голову заранее не подготовили, конечно, им очень тяжело, за что мы сейчас находимся, и начинают крайнего искать. к нам приезжают депутаты, главы районов, глава республики, члены правительства, и члены правительства, вот Федотов Андрей Сандаминович приезжал, первый заместитель председателя правительства, да, и непосредственно руководитель поспресса в городе Москве, в интернете инсайдерах пишут о том, что это пиарится, там одевают бронежилеты, каски, ну на самом деле они приехали нам помогать, а во-вторых вот именно то, что мы им предоставляем каску и бронежилет, это меры первой необходимости, потому что, грубо говоря, враг тоже не спит, а у них тоже разведка работает, и им лично вот нанести урон руководителям, даже на уровне субъекта, для них это очень плюс, для них это вознаграждение, для каждого там солдата, поэтому это меры необходимости, поэтому пользуясь случаем, хотелось бы сказать о том, что грубо говоря, диванным войскам вот именно связанные темы со специальной военной операцией, не хотелось бы, чтобы они вот такое писали, потому что мы, находясь там, нам очень неприятно, когда мы читаем вот такие комментарии, например. Да, люди приезжают, мы сами, люди приезжают, работают, помогают, мы сами восхищаемся их мужеством, да, достойно себя ведут, такие диванные критики позволяют себе высказывания, не совсем приятно даже нам, понимаете. По этим случаям я хочу именно вот жен, детей, поплыть, потому что их неподдержка это конечно зависит бойца, если он переживает за своих детей, своих жен, он как следу воевать не будет, поэтому именно жен своих мужей поддержали, своих матерь, своих сына поддержали, отцов своих сына поддерживали, поэтому это очень много дает, если проблемы были, они как следу тоже не воевали бы, и то, что вот например насчет мужества, оно по-разному приходит, думаешь человек сейчас сломается, ну вроде сможешь, человек как будто неподготовленный, но в рот с него характер, он уже герой, характер приводит, лучше всех, даже выше нас стоит, а те которые ребята, которые подготовлены, они в рот в конце начинают утихать, не ломаются, а утихать начинается, поэтому каждый по-разному приходит. Про контрактные службы может кто-нибудь рассказать, пожалуйста, подробнее? Ну, контракт начинается, когда мы туда, если сначала начнем добровольцев, да, у нас контракт заключался сначала три месяца, на шесть месяцев и на год, поэтому заранее, сейчас три месяца уже убрали, сейчас кто добровольцем идет, конкретно на шесть месяцев идет, самый меньший, а то, что вызывали мобилизованных, они тоже заключаются контракт, кто заключил контракт, они уже находятся передовым, или сам захотел, написал заявление, да, я хочу быть передовым, да, они ставят передовую, а так мобилизованных они уже находятся на третьем, на четвертом, на пятом шале, эти находятся, окопованы за нас, за этими, они там находятся, а есть контральники, которые срочники, которые призывали, он контракт заключил, и они если заключил на год, год на пять, надеясь, они заранее готовятся, заключают контракт, а сейчас конкретно такого мобилизованных не будет, потому что они посмотрели, что такое мобилизация, сейчас надежда именно добровольцев, но они конкретно будут контракт вы выплату получили и какую адресную помощь? Вообще с материальным довольствием не существует никаких проблем за время службы и прохождения, выплаты происходили вовремя, прямо дату в дату, даже последняя выплата прошла немножко даже раньше, чем мы планировали и ожидали, и материальная помощь семье от администрации спасибо им огромное и от работодателя приходило вовремя и срок, с этим проблем не возникало никогда, семья остается без кормильца, в смысле уезжает кормилец и поддержка ощущается достойная, ну и соответственно заработная плата от Министерства обороны всегда приходила в срок, всегда. Спасибо.